Шотландия – это загадочный горный край, визитными карточками которого, безусловно, являются волынка, стихи Роберта Бернса и клетчатая юбка Килт. Здесь оживают сказки и древние легенды. У чебоксарцев есть отличная возможность перенестись туда благодаря фестивалю шотландской культуры, который уже давно успел стать доброй традицией. Каждый раз организаторы стараются удивить гостей оригинальными творческими идеями. Это литературные вечера, спектакли и, конечно же, мастер-классы по шотландским танцам. Мы каждый год анализируем, что у нас получилось и что не получилось в предыдущий год. И стараемся, чтобы гостям фестиваля, участникам фестиваля было интересно, еще более интересно. Как обычно, мы делаем акцент на танцах, на шотландских танцах. Мероприятия, именно посвященные танцам, у нас больше. Но кроме танцев у нас, естественно, есть и многое другое, что характеризует культуру Шотландии, именно фестиваль шотландской культуры. Любой танец – это прежде всего эмоции, которые находят выход в движении. В этом году новые интересные связки и комбинации на мастер-классе показал нижегородский хореограф Владимир Гарбузов. Подобные встречи – это прежде всего новые знакомства и теплое общение. Преподаватель не раз бывал в Шотландии, чтобы оттачивать там свое мастерство. По его словам, научиться танцевать может каждый. Нужно лишь слушать музыку и чувствовать поддержку тех, кто находится рядом. Каждый чувствует свое, разумеется. Красиво танцевать и чувствовать – это немножко разное. Можно совершать совершенно нехореографические действия ногами, но при этом быть счастливым и довольным. И самое интересное, что даже люди со стороны могут перестать смотреть на твои хореографические ошибки, если тебе в танце просто хорошо. А все остальное дело техники. Люди приходят, люди учатся. Кто-то танцует на своем уровне, который его устраивает, кто-то стремится выше. И среди них нет правых и виноватых главных и второстепенных. Кто как хочет, и мы получаем тот результат, который ведет нас к этому фестивалю из года в год. Танец обладает прекрасным свойством объединять людей. Поэтому именно он стал главным связующим звеном фестиваля шотландской культуры. Елена Яковлева, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.